По итогам 9 месяцев 2024 года в Казахстане было выпущено более 82 тысяч легковых автомобилей, свыше 5000 тракторов и комбайнов. Об этом доложил министр промышленности и строительства Ханат Шарлапаев на заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова, где на повестке дня рассматривался всего один вопрос, касающийся развития отечественного машиностроения. По словам Ханата Шарлапаева, на сегодняшний день обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает показывать рост. При этом одну из лидирующих позиций занимает машиностроительная отрасль 20%. В ней задействованы порядка 4 тысяч компаний, занято более 120 тысяч человек. В жизнедорожном машиностроении произведено продукции на 423 миллиарда тенге. Рост в полтора раза. Согласно данным министра промышленности и строительства, по итогам года стоит задача обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза до 2000 единиц, пассажирских вагонов до 122, а локомотивов до 130 единиц. Глава государства подчеркнул, что основной диверсификацией экономики является индустриализация. Для достижения ситуации, в которой мы сможем обеспечить себя в экономически полном объеме, необходимо динамично развивать обрабатывающий сектор, в первую очередь машиностроительную отрасль. За последние пять лет машиностроение выросло в три раза. По итогам прошлого года объем произведенной продукции превысил 4 триллиона тенге. В прошлом году в машиностроение было привлечено свыше 620 миллионов долларов прямых инвестиций. Это рекордный показатель. Сегодня рынок машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в более чем 31,5 миллиардов долларов. Из них только около 16% приходится на долю отечественного производства. Поэтому потенциал роста этой отрасли очень высок. Также есть возможности для развития экспорта.